Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях главный акушер-гинеколог Федерального научно-клинического центра клинической больницы номер 123 Людмила Татаркановна Урумова. Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, гинеколог, хирург высшей квалификационной категории. Здравствуйте, Людмила Татаркановна! Здравствуйте! Очень рада с вами познакомиться, рада видеть вас в нашей студии. Сегодня говорим о гинекологической помощи, именно о том объеме, какой вы можете оказать в рамках своего клинического центра. Здравствуйте еще раз! Я расскажу о той акушер-гинекологической помощи, которую в состоянии оказать и оказывает наш Федеральный научно-клинический центр и все его подразделения. Служба наша акушер-гинекологическая включает в себя женскую консультацию, стационар гинекологический и два кабинета гинеколога в поликлинике номер 1 и 2, а также кабинет гинеколога в отделении платных медицинских услуг. Женская консультация у нас по прикреплению 18500 пациенток, из них 1790 деток. Врачи работают в женской консультации в количестве пяти, включая заведующую, все врачи высшей категории. И в поликлинических наших первой и второй поликлинике тоже врачи-акушеры-гинекологи, в каждом кабинете по два врача. Кроме этого, есть кабинет гинеколога в отделении платных медицинских услуг, куда обращаются граждане как и нашего района, так и любого региона Российской Федерации. То есть служба укомплектована полностью? Служба укомплектована полностью, да. То есть у нас есть любые виды помощи. У нас есть, кроме того, специалист женской консультации по детской гинекологии. Она принимает девочек до 18 лет и решает все те же проблемы практически, которые бывают у взрослых женщин. Также в женской консультации, как и в любой женской консультации, они осуществляют прием пациентов гинекологического профиля с любыми заболеваниями, включая и воспалительные заболевания, нарушение менструального цикла, опухоли матки, опухоли яичников, заболевания шейки матки, в том числе онкологические, проводят соответствующие обследования и лечения. И одним из важных аспектов работы врачей женской консультации является наблюдение беременных женщин. Они принимают их, так как положено, установлены сроки на учет и наблюдают до момента родов. Проводят все необходимые исследования, возможности у нас есть абсолютно все, диагностические. Проводят кардиотокографию, проводят ультразвуковой мониторинг, что очень важно в течение беременности. Назначают различные обследования, в том числе и на скрытые инфекции, на нарушения в системе гемостаза и все остальные необходимые исследования. То есть, получается, вы наблюдаете в вашем отделении, в вашем федеральном научно-клиническом центре женщин практически от рождения. Практически, да, учитывая, что есть детский гинеколог, да, к нам обращаются женщины. Вы знаете, есть уже династия, которые приходят к нам. Бабушка когда-то лечилась, уже и внучки ее приходят. Вот как бы мы работаем вот в такой преемственности. Кроме того, я хочу сказать о том, что очень хорошо проводится в нашей женской консультации диагностика. Патологии шейки матки. У них есть возможность выполнять видеокольпоскопию цифровую. Это очень продвинутое обследование. Они берут мазочки на предиктор онкологии и проводят потом лечение этой шейки матки, пораженной аппаратом Фотек. Это очень современный метод лечения. Кроме того, в нашей женской консультации выполняется безоперационное прерывание беременности, медикаментозные аборты. Ну, это тот раздел, который акширогинекологи не очень любят, но, к сожалению, это имеет место быть. Поэтому, да, этим мы тоже занимаемся. Это гораздо для женщины меньше последствий после такого прерывания беременности, чем хирургическое выполнение этой же операции. Наше гинекологическое отделение развернуто на 40 коек. У нас работают в отделении 9 врачей, включая заведующего отделением. Все врачи очень грамотные у нас. 4 кандидата наук, то есть уровень профессиональный очень высокий. 5 врачей выше квалификационной категории. Все они имеют сертификаты специалистов. В 2017 году у нас проведен замечательный ремонт в отделении. Это очень важно, помимо хорошего лечения, находиться в комфортных условиях. Абсолютно все палаты очень комфортны для пациенток. Во всех есть все удобства. Есть у нас двухместные палаты, трех-, четырех- и пятиместные палаты. Ну, вот сегодня наши пациентки очень довольны тем, как выглядят наши отделения. И красиво, и комфортно. И, собственно говоря, получают все необходимое лечение. Проходит порядка двух тысяч госпитализаций в год в отделении гинекологии. И лечение получают абсолютно по всем профилям гинекологической патологии. Это и воспалительные заболевания матки, придатка в шейке матки. Это и нарушение менструального цикла. Как у молодых женщин, которые в детородном возрасте, так и у женщин в предклимаксе, и у женщин уже в постменопаузе. Значит, кроме того, в отделении проводится также очень большой спектр возможностей у нас есть диагностических. Это и исследование гормонального профиля. Это очень важно у женщин, у которых идет нарушение менструального цикла, для того, чтобы потом подобрать им адекватную терапию. Чтобы они не ходили бесконечно от одного врача к другому, а пришли к нам, и мы все их вопросы решили. Дальше мы передаем их под наблюдение врачу-гинекологу наших же подразделений, женской консультации кабинета гинекологов, где они продолжают выполнять и наши рекомендации, и, собственно говоря, их и наблюдают. Мы проводим очень важные исследования пациентам, которые поступают к нам на сохранение беременности. Это ПЦР-диагностика скрытых инфекций, которые зачастую являются причиной невынашивания, выкидышей бесконечных. И исследовав и определив причину этого невынашивания, мы очень корректно и предметно уже лечим ту патологию, которая есть. Выполняем очень важное исследование гемостаза. Это показатели свертывающей системы крови, потому что это тоже один из важных моментов невынашивания, потому что, схематично говоря, происходит тромбоз сосудов, питающих детское место или плаценту, и, конечно, ребенок погибает. Есть множество методов для лечения этих проблем, которые, собственно говоря, у нас все используются. Мы проводим цитологические исследования, которые очень важны в профилактике и раннем выявлении онкологических заболеваний. Это цитологические исследования и из полости матки, и из шейки матки. И благодаря этому у нас как бы не бывает запущенных случаев и рака шейки матки в том числе. Кроме того, конечно, мы выполняем рентгеновское исследование матки и маточных труб при бесплодии у женщин на предмет их проходимости. Это тоже осуществляется исследование такое в режиме реального времени, не очень хорошее оборудование у нас, рентгенологическое. Пациентка сама может наблюдать за выполнением этой процедуры и видеть, проходим ли у нее маточные трубы или нет. Если есть какая-то проблема, выявленная на рентгене, дальше мы выполняем ей хирургическое лечение лапароскопическим доступом. Мы широко используем магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию в тех случаях, когда нам необходимо установить диагноз в более сложных случаях. И, конечно, все эндоскопические обследования, которые есть в нашей клинике, а это исследование желудка, которое обязательно при некоторых гинекологических заболеваниях, исследование толстого кишечника, учитывая, что органы малого таза лежат близко с кишечником, мы эти обследования тоже проводим. Кроме того, мы выполняем операции исследования полости матки с целью диагностики внутриматочной патологии и, конечно, лапароскопия. Это уже визуальная диагностика заболеваний органов малого таза. Мы оказываем как плановую, так и экстренную помощь и гинекологическим больным, и беременным женщинам. Беременные женщины лежат у нас до 22 недель на сохранение. Это угроза выкидыша и токсикоза беременных. Если проблема сохраняется после этого срока, мы переводим их уже в родильный дом к нашим коллегам на долечивание. Экстренную плановую помощь гинекологическим больным оказываем абсолютно с любыми проблемами. Это и воспалительные процессы, и нарушения менструального цикла, опухоли матки, опухоли яичников, заболевания шейки матки. Это и урогенитальные инфекции, и бесплодие. По поводу миомы матки, эндометриоза матки, опухоли яичников мы проводим и плановые, и экстренные операции. Мы работаем 24 часа в сутки, оказываем круглосуточную помощь, но по скорой помощи мы принимаем больных как бы официально в среду и субботу. Я имею в виду, что эти дни за нами закреплены. Но в любые другие дни точно так же к нам поступают пациенты. Мы оказываем точно так же экстренную помощь, проведя необходимое обследование. Все-таки количество онкологических заболеваний за последнее время увеличилось. Вы знаете, к сожалению, увеличилось, и нас огорчает тот факт, что это, в общем-то, молодые пациентки. Последняя пациентка, которая у нас проходила обследование, к сожалению, выявлено заболевание раковой шейки матки. И 29 лет всего, у нее 6 месяцев ребенку. К сожалению, вот да, рак молодеет. Все-таки вот вы, как врач, как гинеколог, как кандидат медицинских ног, вот вы бы посоветовали, как часто необходимо посещать гинеколога в том случае, если, в принципе, ничего не беспокоит именно женщина. Если ничего не беспокоит, скрининговое обследование ультразвуковое должно быть выполнено хотя бы раз в год. И как минимум раз в два года должны быть сданы Мазочкина онкоцитологию. Вот в этих случаях, конечно, не будет упущено ничего. Потому что даже если пациентки наши, я всегда это подчеркиваю, приходят к гинекологу, но не выполняют УЗИ, есть вещи, которые доктор руками определить не может. Это внутриматочная патология, которую можно увидеть только на УЗИ. Особенно это касается женщин более позднего возраста, после менопаузы, когда они считают, что менструация у них закончилась, доктора посещать не обязательно. Или, может быть, когда-то они пройдут осмотр гинеколога, на ультразвук не идут. Но либо их не направляют, либо они как бы... Ну, немножечко нужно, в общем-то, заботиться о себе и самому. То есть проявлять в этом смысле настойчивость, да? Обязательно, да. И гинекологу просить. И гинеколога просить, или самому все-таки идти и выполнять. Потому что таких находок очень много. У меня очень большой опыт работы врачом ультразвуковой диагностики. Это более 25 лет. Я не понаслышке знаю о том, как приходят пациентки. Просто она поступила с какой-то проблемой в одно из наших отделений. Доктора ее прислали на УЗИ. Мы определяем ту проблему, которая, к сожалению, уже может быть даже и запущена. Встречаются у нас и такие проблемы. То есть главное здесь не упустить время? Главное не упустить время. И одно из наших таких очень важных направлений, это и большой опыт у нас проведения операций органосохраняющих. Это очень важно, поскольку, как я уже сказала, к сожалению, все заболевания молодеют. В том числе и очень много обращается к нам молодых женщин, у которых даже еще не было родов. Но у них есть большие опухоли на матке. Есть опухоли яичников. Мы стараемся выполнять максимально щадящие операции. Как я обычно говорю, мы боремся за каждый миллиметр яичника. То есть каждый миллиметр яичника содержит те фолликулы, из которых потом развиваются яйцеклетки. То есть это борьба буквально за каждый миллиметр. И, конечно, мы стараемся сохранить матку, сколько бы там узлов не было. Если невозможно удалить, допустим, мы удаляли по 14, по 18 узлов сохраняли. Если невозможно, то, может быть, самые мелкие, которые не создадут ей проблемы забеременеть, мы оставляем. Но самый крупный из многих узлов мы, конечно, убираем, даем этой женщине возможность родить ребенка. Вот такие операции все-таки проводятся в рамках ВМП? Да, эти операции вот именно такие у женщин детородного возраста, они выполняются в рамках ВМП. И тут обязательно в рамках ВМП, что последующие вот эти все удаленные ткани не отправляются на гистохимический анализ. Это очень важно. Тем более мы знаем, что ваш федеральный научно-клинический центр очень активно работает в этом направлении. В плане научном я об этом тоже скажу. Лекарства сейчас проходят, тестирования, которые помогут в будущем борьбе с онкологическими заболеваниями. И вот эти исследования мы проводим. То есть у вас есть, в принципе, все инструменты. У нас есть все инструменты. У нас очень удачно сейчас все сложилось для нас в плане практики и науки. И когда мы получаем гистохимический анализ, мы назначаем пациентке для реабилитации то лечение, которое для нее самое необходимое для того, чтобы у нее повторно не образовывались эти опухоли. По возможности невозможно все предусмотреть. Опять-таки я всегда говорю, что медицина наука относительная. Но мы должны сделать все, что возможно в наших силах. Это очень важно. Кроме того, мы выполняем большой объем внутриматочной хирургии. Это когда то, о чем я говорила, диагностика только по ультразвуку может быть. Это большие полипы, это различные гиперплазии, это наличие узлов полости матки. Без удаления матки, через влагалищный доступ, удаляется вся эта патология, и матка у пациенток наших сохраняется. А также чисто влагалищный доступ при выполнении таких операций, как опущение стенок влагалища, выпадение влагалища и матки. А также наличие отдельных узлов, которые расположены низко на матке, и можно их убрать через влагалище, не входя в брюшную полость. Это тоже очень важно. Женщины любят быть красивыми, не любят, чтобы у них были рубцы на животе. Это тоже очень важно. Ну и, конечно, по программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, то, о чем вы сказали, Мария, ВМП, у нас самый большой опыт в регионе, потому что мы работаем по ВМП уже порядка 10 лет. Следующие операции мы выполняем. Это первое, с чего мы начинали и продолжаем до сих пор успешно выполнять эти операции. Это операции по стрессовому недержанию мочи. Здесь есть несколько видов. Если это в чистом виде недержания мочи, у женщины нет пролапса, выполняется операция с имплантацией проленовой ленты, которая является как гамачок, поддерживающий уретру и препятствующий стечение мочи. Эта операция выполняется в течение буквально 20 минут. Очень комфортные условия и недлительное пребывание в стационаре. Если такое состояние сочетается еще с опущением влагалища матки, тут выполняется, кроме этой операции установки проленовой ленты, мы выполняем еще одновременно и пластику стенок влагалища и промежности. Делаем женщин красивыми не только, чтобы у них лицо было красивым, но и все остальные места тоже. Кроме того, также по ВМП мы выполняем операции, мы с вами уже немножко коснулись этой темы, операции у пациентов, которые приходят к нам не только с большими опухолями, а гигантскими. Вот бывают опухоли до 20 сантиметров на матке. Яичниковые опухоли могут занимать практически всю брюшную полость, как доношенная беременность. Это бывает у молодых женщин в том числе. И у них эти операции тоже выполняются по квотам, с сохранением обязательное условие – это сохранение органа. То есть как бы тоже большой опыт у нас в выполнении этих операций, и мы их выполняем. Кроме того, в плане реабилитации в нашем центре очень большие возможности. У нас замечательное физиотерапевтическое отделение, есть там все физиофакторы. Кроме того, у нас есть даже спелеокамера. Мы отправляем туда беременных женщин с токсикозами. Тучка такая хорошая разгрузка, эмоциональное снятие напряжения эмоционального, которое тоже является одним из факторов развития токсикоза. И есть у нас, кроме того, отделение гипербаротерапии. Все пациенты после операции проходят у нас порядка двух-трех сеансов баротерапии, улучшаются оперативные процессы, улучшается насыщение тканей кислородом, и очень хорошо и быстрее заживают все рубцы. У нас очень высокий уровень подготовки врачей как в стационаре, так и в наших поликлинических отделениях. Все врачи проходят стажировки, так, как им положено их проходить раз в пять лет. Но, кроме того, все они такие подвижники, они ездят бесконечно, учатся, чему-то новому обучаются, улучшают те знания, которых у нас есть, и вплоть до того, что вот ездим на стажировку за рубеж. Это очень помогает нам, и мы овладеваем новыми технологиями в плане оперативной хирургии. Ну и хотелось сказать еще об одном аспекте нашей работы, поскольку мы научно-клинический центр, и у нас есть отдел клинических исследований, мы очень хорошо сочетаем науку и практику. И в нашем центре перманентно проходят клинические исследования по определенным заболеваниям. Вот я хотела остановиться на таком очень серьезном заболевании, как эндометриоз матки, эндометриоз придатков. Это заболевание, которое развивается по аналогии с заболеваниями онкологическими, хотя таковым не является, но по тому, как оно развивается, как оно распространяется, есть некоторые аналогии. К сожалению, заболевание эндометриозом встречается не только у женщин возрастных, но и что очень неприятно, оно бывает и у женщин совсем, даже до 18 лет, и даже у девочек 14 лет встречаются и кисты эндометриоидные большие, и имеется некоторая такая предрасположенность семейственная. И если у женщины, у самой когда-то был эндометриоз, или она лечилась, или она наблюдается, я всегда всем рекомендую, если есть девочка, обратить внимание и уже за девочкой наблюдать, девочку водить на ультразвук и гинекологом на осмотр. И всегда говорю следующее, что максимально рано должны пройти роды у этого контингента пациентов. Эндометриоз матки лечится радикально только хирургическим путем, но если мы всем будем удалять матки, то в России женщин с таковым органом уже и не останется. И второй метод лечения – это гормональная терапия. Она бывает очень длительной, она бывает очень жесткой, не очень комфортно переносится такое лечение многими. И вот в этом аспекте, как раз-таки сейчас у нас проходит в нашей клинике клиническое исследование нового российского препарата, негормонального по лечению эндометриоза. Мы приглашаем наших телезрительниц и пациенток в возрасте 18-45 лет. Вся информация есть в нашей клинической больнице и в поликлинике, и в стационаре о проведении этого лечения. Самое приятное, что это обследование и лечение абсолютно бесплатно, в том числе и препараты, которыми мы лечим. Так что мы приглашаем наших телезрительниц. И второе заболевание, которое в данный конкретный момент мы тоже приглашаем пациенток на лечение к нам и обследование, это не столько физические страдания, наверное, причиняет нашим пациенткам, сколько моральный дискомфорт и снижает качество жизни. Это проявление тяжелого течения климакса. Женщины, которые входят в эту фазу, они не понаслышке знают, что это такое. Знаете, и многие говорят, что вот работая в мужском коллективе, невозможно работать, потому что бесконечные приливы, потливость. И это, конечно, очень тяжело находиться в коллективе, вот когда такие проблемы. Опять-таки, гормональное лечение, это гормональное лечение, не каждому оно показано, есть побочные действия, есть противопоказания. Мы сейчас начинаем терапию новым российским препаратом, и мы приглашаем наших пациенток уже другой возрастной категории, от 45 до 65 лет, у которых есть проявление климакса. Они будут обследованы полноценно, будет проведено лечение в течение трех месяцев под наблюдением самых наших опытных докторов. Конечно, тоже на бесплатной основе, вплоть до того, что и за препаратом ничего не надо будет платить. То есть возможность будет поучаствовать в научных работах. Да, да, да. Ну и, естественно, не бесполезно для себя, то есть с хорошим терапевтическим эффектом. Вот таким образом я приглашаю наших пациенток и наших телезрительниц на обследование лечения в наш научно-клинический центр. Все, что я хотела сказать. Спасибо, Людмила Татаркановна. Какие дальнейшие развития вашей гинекологической службы вы видите в перспективе? Ну, мне кажется, что она у нас настолько хорошо развита, но нет предела совершенства. Конечно, мы хотим... Всегда врачи мечтают о новом оборудовании, о новых технологиях. Новые технологии, новое оборудование. Мы предполагаем расширение объема операций, которые мы выполняем эндоскопическим доступом. Поэтому я сказала, что та стажировка, которую проходят наши доктора, мы надеемся, что она даст нам такую возможность. И в ближайшем будущем мы будем расширять объем и улучшать технику оперативных вмешательств, чтобы еще более комфортные условия лечения получали наши пациенты. А мы будем следить за всеми вашими успехами и обязательно рассказывать в наших программах для наших телезрителей. Спасибо вам большое, что были с нами. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин